В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит международный научный симпозиум на плечах гигантов «Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории». Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра I и 1000-столетию принятия ислама волжской Булгарии. Мне кажется, что очень важно, чтобы этот взгляд был сфокусирован не только на построении государства, хотя это тоже не менее важно, сколько может быть в контексте дня сегодняшнего проанализировать те социальные институты, которые были зарождены в тот период и которые, возможно, требуют сегодня перерождения и реновации. Выбор тематики научного форума определил тот факт, что между 3000 годом до н.э. и 1800 годом н.э. в истории человечества можно найти более 60 мегаимперий. Их наследие не только вызывает закономерный исследовательский интерес, но и продолжает оказывать влияние на политические процессы и практики в современных государствах, многие из которых связаны с империями прошлого прямой исторической преемственностью. В связи с этим значительный интерес научного сообщества привлекает проблемы места и роли Российской империи, официально провозглашенной Петром I в 1721 году в истории мировых цивилизаций Евразии, ее связи с политическим и культурным наследием великих империй древности и средневековья, а также ее взаимоотношения с синхронными империями Западной Европы и стран Востока. Особое внимание в работе симпозиума будет уделено имперскому опыту как до Петровской, так и после Петровской России. За период, ну возьмем с третьего тысячелетия, по сути, более около пяти тысяч лет, как развивались эти империи. Более 60 мега империй на сегодняшний день известно. И вот здесь это взаимодействие, оно как раз показывает ту мировую историю, в которой мы активно участвуем. В рамках заседания симпозиума обсуждался целый ряд вопросов, среди которых рецепция античности в имперской традиции России, изучение империи древности и средневековья в России, роль Византийской империи в истории и культуре России, восприятие имперского наследия до Петровской России, а также империи Степной Евразии в древности и средневековье, империя чингизитов в истории Евразии, роль Петра Великого в становлении Российской империи, «Значение религиозного фактора в судьбах империи и имперский опыт постпетровской России в XVIII веке». Мой доклад будет состоять из двух частей. В первой части речь пойдет о древневосточных архетипах императорских титулов Петра Великого. Во второй части речь пойдет о вавилонском мифе российской государственности. Симпозиум будет проходить с 26 по 28 сентября, как в очной, так и в дистанционной форме. В работе конференции примут участие более 80 ученых из разных городов России и стран мира. Симпозиум организован Казанским федеральным университетом в сотрудничестве с Российским историческим обществом, Российским обществом интеллектуальной истории, Российской ассоциацией антиковедов. Программу форума можно найти на сайте Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.